В предыдущей программе Он мог переезжать с одного места на другое. Мы сейчас удивляемся, что он мог раскопать несколько жилищ на одном поселении, потом на другом, потом еще на другом. И все это в одно лето. А тут месяц сидим, копаемся, и одно жилище, один развал расчищаем. Позже возникали нападки на хвойку, что он что-то там не так копал. Но они абсолютно необоснованные, потому что он копал так, как все тогда копали. Его обвиняли в том, что он делал маленькие раскопчики и копал траншеями, и никогда полностью не раскрывал объект. Но люди добрые, вы почитайте, что он пишет. Он раскапывал столько, сколько он мог раскопать за день. Все материалы своего исследования, которые он проводил, он представляет на 11-м археологическом съезде, где выделяет эту культуру, называет ее, представляет свои разработки, сопоставляет материалы с другими находками, которые были найдены в других регионах Украины. Субтитры создавал DimaTorzok На создание Национального музея истории Украины в XIX веке российские власти вдохновил XI археологический съезд. Выставка древности, которая открылась в 1899 году, по сути, так и не закрылась по сегодняшний день. Поразительно, но кровь, слезы и насилие способствовали как обмельчанию музейной коллекции, так и ее пополнению. Неподалеку от Киева, в селе Халипье, Викентий Хвойко находит артефакт, которому почти через сто лет придется удивить Канаду в качестве музейного экспоната. Это трипольский зерновик. На тех фотографиях, которые были опубликованы Хвойкой, видно, что у него была арматура из проволоки. Она держала вместе эти обломки. Возможно, оно было как-то склеено, потому что Хвойко его тогда сам и отреставрировал. Экспонат настолько знаковый и важный, что не единожды публикуется исследователями разных поколений. Он очень много раз опубликован, начиная от Хвойки и заканчивая исследователями, которые занимаются культурой трипольского населения. В коллекцию Национального музея истории Украины он попадает вместе с другими важнейшими находками Викентия Хвойки. Насколько артефакты, найденные чешским исследователем Знаковы, свидетельствуют тот факт, что их покупает даже императорская комиссия. Позже часть искупленного передают в новосозданный музей древности искусств. Так тогда называют сегодняшний Национальный музей истории Украины. Мне пришлось быть в Москве в Государственном музее изобразительных искусств. И там есть много материалов с раскопок хвой, то есть они отдавали, но не все. И даже что-то трипольское есть. А в 1941 году в Киев приходит Вторая мировая война. Многие музейные ценности, среди которых и коллекция Викентия Хвойки, оказываются под угрозой уничтожения и разграбления. Коллекции музея были упакованы во время немецко-фашистской оккупации Киева и потом поехали за границу. Там был такой немец Штамфус, который толкнул горшок, разбил его и говорит, да наши реставраторы его склеят, только чтобы он влез в тот ящик. Назад в Киев экспонаты возвращаются в 1947 году с американской зоной оккупации. Увиденное просто повергает в шок музейных сотрудников. Даже мне выпало разбирать два ящика с этого эшелона, где было все затрамбовано какой-то штукатуркой, покорежено. Но хорошо, что коллекции вернулись. Действительно, много посуды осталось целой. Некоторые мы смотрели на фотографии, опубликованные Хвойкой, и собирали по кусочкам, отреставрировали. Среди них эти биноклеподобные сосуды, которые вы видите. Они уже собраны нами, хотя во время раскопок Хвойки они были целыми. Судя по всему, не повезло и зерновику из-под Халипья. Он тоже оказался поврежденным. Обломки уже были не Хвойкины, а уже были дополнены гипсом более поздними реставраторами. Удивительно, но несмотря на научный прорыв, сделанный Викинтием Хвойкой, некоторые его и современники, и последователи ставят под сомнение находки археолога. Он писал дневник, он делал чертежи, зарисовывал много. Когда он копает в том же Веремье, он зарисовывает хатки в селе, зарисовывает иногда хозяев, которые стоят там с лопатой, что-то выкапывают. Иногда на рисунках можно увидеть его самого. То есть это целый такой комикс более 60 страниц раскопок, которые он провел в тот и следующий год. И не всегда ему верили. Думали, что он, может, что-то там нафантазировал. Но получается, что все так и было, потому что мы по его рисункам узнаем свои посудины. Очередное подтверждение достоверности исследований Хвойки происходит в конце 80-х годов 20-го века. Разведывательная экспедиция Института археологии закладывает шурфы в поисках новых трипольских поселений. Потому что Хвойка очень много открыт. Но это такое место, где люди очень плотно проживали. Ну и они попали на траншею Хвойки. Заложили шурф, но шурф был немаленький, в 2 на 2 метра, и они нашли перекоп. То есть вот ту траншею оно видно, когда расчищают. А в начале 2000-х годов встает вопрос поиска легендарного места, с которого началось открытие трипольской культуры. Но, как оказалось, отыскать его – дело не из легких. Со времени раскопок прошло 120 лет. Как вы понимаете, очевидцев, участников не осталось. В поисках легендарного места раскопок исследователи вооружаются дневниками Викентия Хвойки, в которых тот записывал фамилии некоторых своих работников или владельцев земель, на которых происходили раскопки. Экспедиция, организованная школьниками из села Триполье 10 лет назад, она показала, что нет потомков тех людей. Археологи, которые копали вместе с Хвойкой, тоже не дожили до этого времени. Не осталось и учеников, которым бы они рассказали про это место, потому что много людей, которые знали об этом месте, во время и после Второй мировой войны эмигрировали. Место потерялось. К счастью, в архивах сохранилась карта «Место раскопок», сделанная самим Викентием Вячеславичем. Именно она и становится последней надеждой на успех. Кусочек он перерисовал, копию с трехверстовки Генерального штаба 1870 года издательства. Но он странным образом так развернул север, что он у него оказался в правом нижнем углу. Карта Викентия Хвойки напоминала известную карту острова Сокровищ, которую нужно было как-то крутить и искать, где эти сокровища находятся. Был найден прототип этой карты, повернули ее. Был изгиб речки. Околицы соседнего села более-менее совпадали. Этот мыс, он был на топокарте. Подключили спутниковую съемку. Ну, речка немного изменилась за 120 лет, потому что это маленькая речушка, она там петляет себе по долине русла, себе промывает каждый год после паводка. Но тоже удалось это найти. Ключевым в поисках становится один из рисунков Хвойки, где изображены яры, изгибы реки и, самое главное, холм на горизонте. Сейчас эта панорама изменилась. Ну, например, нет мельниц на соседних горах. Но когда мы выехали с директором областного археологического музея Николаем Городицким на предполагаемое, согласно спутниковым снимкам, место, то мы установили для себя, что, во-первых, околицы села передвинулись практически до самого поселения. Когда-то было две версты, а сейчас уже за яром начинается село. Именно благодаря рисункам Хвойки, которые Михаил Ведейко шутя называют комиксами, в 2007 году удается найти место поселения. Что интересно, я в 2003 году проводил в этом месте раскопки. Считал, что открыл новое поселение. Но через четыре года пришлось, как говорится, открытие закрыть. Представляете, я копал на том самом месте. Но эти найденные материалы помогли установить точное место. Потому что они были именно того времени, которого и находки Хвойки. Шансы, что в одном месте, может быть, несколько таких поселений равняются вблизительно нулю. 2007 год становится знаковым и для одного из артефактов Хвойки. В Национальном музее истории Украины готовятся к выставке в Канаде. Организаторам выставки попадается на глаза иллюстрация зерновика. Того самого из-под Халипья. А он лежал еще в обломках. Через все эти наши политические события зерновик то ли разбился, то ли распался. Я его крутила, вертела и увидела, что у него полный профиль. То есть от краев до дна. Когда есть хотя бы такая полоска полного профиля, то реставраторы могут восстановить всю посудину. К счастью, у него было больше своего, нежели гипса. Огромных трудов стоит Елене Акубенко уговорить реставраторов взяться за эту нелегкую работу. Потому что те привыкли работать с небольшой посудой, а над этой нужно много попотеть. Все же уговорила наших реставраторов, и они восстановили его. Я их попросила, чтобы это были не просто гладкие кусочки гипса покрашенного, а чтобы по возможности восстановили орнамент. Тем более, что были фотографии, на которых все фрагменты были собраны хвойкой. Реставрационные работы заканчивают перед самой выставкой. Результат труда мастеров вышел настолько впечатляющим, что в Канаде зерновик вместе с другими экспонатами производит настоящий фурор. Есть известный скрипач Василий Попадюк. Как-то он здесь был с выступлением, играл на скрипке. И я решила подарить ему буклетик с нашей Трипольской выставки. И говорю вот, что мы с этими предметами были у вас в Канаде. А он говорит, ой, мы были на этой выставке. Они сами живут не в Торонто, но специально приезжали с женой и детьми в Торонто, чтобы посмотреть эту выставку. Этот зерновик не единственный, найденный Викентием Хвойкой и сохраненный до нашего времени. Его другим собратьям повезло даже немного больше. Мы можем видеть в витрине несколько таких зерновиков, в которых хранились лаки. Ну, высота где-то 50-60 сантиметров, диаметр 50-40. Трипольские зерновики будут находить и другие археологи. Делают это и сейчас, но этот уникален тем, что это находка первооткрывателя Трипольской культуры Викентия Хвойки. Также впечатляет его драматическая судьба и международное признание. Такие вещи служат как популяризацией Украины в мире, так и налаживанию мостов между нашей страной и другими государствами. Трипольской культуры Викентий Хвойки.